всем привет с вами ньюсблок крипто на канале крипто комманс сегодня планировался обычный новостной выпуск с аналитикой но горячая ночь перевернула все планы сейчас только ленивый не обсуждает сообщение от сек вызвавшая активную реакцию на рынке крипто и даже у очень многих людей с крипто совершенно не связанных сразу скажу все что говорил говорит и будет говорить председатель сек гри генслер и даже заявление официальных источников могут быть неправдой а любые публикации в интернете экспертов и инсайдеров и уж подавно поэтому самым лучшим способом понять что на самом деле произошло это взять максимум фактов выслушать мнение максимального количества сторон и на основании имеющаяся картина сделать собственные заключения и мы сделали для тебя наш дорогой зритель в данной ситуации мы разбирались весь сегодняшний день но чтобы сэкономить твое время мы приведем только самые главные факты и высказывания и если ты это ценишь то твой лайк подпиской комментарий будут крайне уместны и так переходим к делу в этом выпуске я буду много ссылаться на вчерашний новостной выпуск news блока крипто поэтому если по какой-то причине ты его пропустил то прямо сейчас нажми на паузу посмотри предыдущий выпуск а затем продолжу просмотр этого вчера во вторник 9 января после обеда по североамериканскому восточному времени официальный твиттер сек публикует сообщение в котором говорит что сегодня комиссия одобряет заявки на spot bitcoin и тф важный момент в том что формулировка сообщения не означает завершенность процесса а спустя буквально несколько часов официальный твиттер гэри гэнслер говорит что данное сообщение было не авторизованным опустим то как отреагировал рынок и забурлил общественность и перейдем к анализу того как вообще такое могло произойти coin telegraph пишет что команда безопасности твиттера провела предварительное расследование согласно которому учетной записи комиссии по ценным бумагам и биржам сша не была включена двухфакторная аутентификация она также сказала что цитата согласно нашему расследованию не авторизованный доступ произошел не из-за взлома систем x а скорее из-за того что кто-то получил контроль над номером телефона конец цитаты таким образом получается следующая картина некто каким-то образом восстанавливает сим-карту и мобильный оператор позволяет это сделать далее человек каким-то образом получает доступ и к адресу электронной почты к которой привязана учетная запись на твиттере по сути это именно то что нам и говорит сам гэри гэнслер команда безопасности твиттера здесь лишь выступает гарантом того что ее собственной системы безопасности нарушены не были и отработали штатно но вернемся гэри гэнслер и его комиссии учетная запись в твиттере который довольно активно и печатает новые сообщения практически каждый день это не заброшенная учетка и осознавая важность в современном мире платформа твиттер гарри гэнслер как никто другой прекрасно понимает что даже теоретически минимальный возможный риск компрометирования этой учетной записи для агентства просто катастрофа ведь не единожды его агентство накладывало многомиллионные штрафы на юридические лица которые оказывались в подобной ситуации в которой и оказался сам гэри поэтому заявление об отсутствии двухфакторной авторизации на учетной записи сек в твиттере звучат просто абсурдно гарри гэнслер никогда бы не допустил такой ситуации он это прекрасно понимает и кстати для того чтобы восстановить доступ к учетной записи в твиттере повторюсь недостаточно просто иметь доступа к номеру телефона вам необходимо иметь доступ к привязанному почтовому ящику и здесь поднимается еще один вопрос по необходимому наличию 2 фа который по всей видимости злоумышленник также преодолел что добавляет просто невероятный уровень абсурда к заявлению сделанному гарри гэнслером но дорогой зритель ты можешь спросить а если это не было взломом то чем же тогда было и поднимая огромный массив возможных спекуляций мы все-таки с тобой попробуем отыскать наиболее вероятный ответ в предыдущем выпуске я коротко описывал портрет гарри гэнслера поэтому на мой взгляд очень похоже что гарри изо всех сил пытался найти хоть любой легальный повод не сообщать решение по заявкам и т.ф. в крайне дедлайн 10 января и похоже что у него это не очень получалось так что по всей видимости он все-таки готовил дать ответ в эту среду сегодня 10 января и хоть ответ этот его явно не устраивал другого варианта у него не оставалось мы это подробно разбирали в нашем предыдущем выпуске пост который мы увидели в твиттере вчера был написан на языке невероятно похожим на язык который сек всегда использовала в своих сообщениях другими словами это действительно очень похоже на заранее сделанную заготовку и по какой-то причине эта информация попала в сеть раньше времени не думаю что такая ранняя публикация стала персональной обиды для гарри гэнслера а полагаю что будучи человеком опытным который не единожды через суд наказывал юридические лица позволявшие себе необдуманные несвоевременные твиты сильно влияющие на поведение рынков он прекрасно понимал что в подобной ситуации теперь оказался и он сам и испугавшись и не придумав ничего лучше он сообщил о взломе учетной записи сек в твиттере да дорогой зритель ты прекрасно понимаешь что это домыслы но ответь мне пожалуйста на вопрос хоть когда-нибудь твои учетные записи в социальных сетях подвергались взлому если да или возможно ты читал об этом то ты должен знать что первым делом получив доступ к чужой учетной записи злоумышленник максимально ее защищает меняя не только пароль но и привязанные номера телефонов электронной почты и даже 2ф а поэтому тот факт что буквально спустя несколько минут после так называемого взлома от учетной записи сек на твиттере появились официальные заявления только лишь подтверждает мою теорию взлома не было опубликовал сообщение тот у которого на это было право единственное что меня здесь самого смущает так это то что после таких публикаций гарри генслер оказался в еще более тяжелой ситуации написав а затем удалив все эти нелепые сообщения и теперь ему вопросы задают не только возмущенные пользователя твиттера а и сенаторы ведь конгресс уже не на шутку заинтересовался происходящей ситуацией сенаторы джеймс ванс и том тиллис уже обратились в комиссию по ценным бумагам и биржам с требованием в течение четырех рабочих дней объяснить произошедшую ситуацию сенатор билл хаггерти назвал произошедшее неприемлемым подчеркнув что секс сама не выполняет требования которые предъявляет к другим участникам рынков подтверждает мою версию и советник компании ванок назвав фейковое сообщение об одобрении сек bitcoin и тиф действиями изнутри стоит заметить что данную позицию поддержали и некоторые другие крипто критики сам же горбач написал я не эксперт по кибербезопасности но мне кажется почти невозможным заметить фальшивый твит от учетной записи организации твитнуть поправку из учетной записи председателя затем восстановить взломанную учетную запись в социальной сети а после твитнуть об инциденте и ответить на него со взломанного аккаунта и все это за несколько минут емко и кратко в своем твиттере высказался энтони скрамуччи цитата я думаю генслер лжет могу поспорить что сотрудник облажался поторопившись а он винит в этом взломщиков обвинение со взломанного аккаунта твита который был тщательно сформулирован и содержал графическое изображение является продолжением дилетантского и нечестного характера нынешнего режима руководства сек что-то здесь добавляет дорогой зритель считаю излишним и последний гвоздь в крышку гроба простите аргумент в пользу высказанной версии это выдержка из интервью cnbc генерального директора ванок который буквально напрямую утверждает что трейдинг и тиф начинается в четверг то есть завтра для чего одобрение и тиф должно произойти сегодня да вы не ослышались он так и говорит давайте послушаем я на ты уже заявил да да буквально все комиссии будут опубликованы сегодня утром потому что по сути они уже готовы листоваться в четверг и да это не было отфильтровано новостными агентствами не буду говорить конкретно обо всех но могу определенно сказать что я согласен с кэти вуд мы действительно стоим на плечах гигантов и многие разработчики которые работали совершенно безвозмездно чтобы создать сеть биткоина продолжают создавать и вносить изменения в эту сеть и мы хотим отплатить им благодарностью этим разработчикам поэтому отдаем им часть нашей прибыли которые будем получать на этих и тиф но ведь вы опубликовали цифры верно да 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 и вы не хотите их нам озвучить нет эти юристы и меня напрягают о да эти старшие братья но ты считаешь что торговля начнется в четверг до наши продукты конкурентно оценены и построены очень качественно звучит как реклама но все же ты полагаешь сначала торгов четверг да окей дорогой зритель ты сам все слышал но все же эта выходка со взломанным твиттером все-таки может внести свои коррективы повторюсь мы об этом внимательно рассказывали в предыдущем выпуске поэтому если вы его не посмотрели обязательно это сделайте это того стоит на этом у меня все надеюсь сегодняшний разбор происходящей ситуации тебе понравился и если это так то ты прекрасно знаешь что нужно сделать спасибо и до встречи в пятницу